Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Соответственно, если вы говорите о том, чтобы переступить данный барьер, о котором вы говорите, барьер недоверия, то в первую очередь имеет смысл его проводить с вашей самооценкой. Я сейчас прочитал ваш вопрос и, соответственно, его разберу, но если отвечать конкретно, то при чём мне смысл? Вы же мне доверяете, вы же боитесь, что он уйдёт от вас, например, просто так далее. Вы даже его сами пытаетесь выгнать, получается. Только бы он сам не ушёл, да? То есть настолько, видимо, сильно вы боитесь в данном случае человека потерять. Вот. Поэтому здесь аспект в первую очередь вот такой. Дальше. У нас с мужем не складываются отношения. Постоянно оскорбляем друг друга, дерёмся там. Все началось с того, что однажды я лет назад увидел сержунивую переписку с девушкой, поэтому у меня появилось огромное недоверие к нему. Я стал следить и контролировать его каждый шаг, пытаясь его на чём-то подловить. Да? Проверял телефон, он его потом запаролил, смотрел в онлайне он или нет, вайбер и ватсап. Им надоёл ему постоянно контроль, звонки мои, смс. В итоге он просто везде меня заблокировал. Я пытаюсь его вымыслить, но он не уходит и в цену украшает, что уйдёт. Как мне пересвить данный барьер с недоверием и наладить отношения с мужем? Все попытки разговора с ним проводят только скандалы и оскорбления. Он просто уходит от проблем. Итак, давайте по порядку. У нас с мужем не складываются отношения, пишите вы. Это, несколько говоря, лукавство, потому что не у вас с мужем не складываются отношения в смысле у вас с обоих как пара, а у вас. У вас не складываются отношения с мужем. Именно у вас. По крайней мере, это то, о чём мы можем говорить. Говорить, ну вот, скажем так, уверенно сейчас. Понимаете, мы не можем говорить про вашего мужа, мы можем говорить только про вас. Вы увидели переписку, вот, с девушкой. Что здесь делать? Понятно, что ситуация, ну, в целом неприятная. Ну, извините, а чего это за переписка-то была? Ну, то есть, как бы, что это было за переписка вообще? А чём там писал ваш муж? Вот, потому что всё-таки пять лет назад это было. То есть, ну, давайте, как бы, попробуем для начала вот с этим разобраться, да? То есть, как бы, ну, значит, что конкретное у вас вот там происходило. Вот. Дальше. Вы пишите. Насчёт постоянно оскорбляем друг друга и дерёмся. Снова вопрос. Снова вопрос. Вопрос к вам. Как мне кажется, в первую очередь. Вы-то, своего мужа. Чего оскорбляете сам? Ну, то есть, хорошо, он, как бы, значит, ну, в своей стране, у него есть какие-то основания, да? Воскорбляет, допустим. Ладно. Ладно. Ну, а вы-то его чего оскорбляете? Вот. Как бы, засну. Вот. Ха-э-э, хотя, хотя бы. Вот. То есть, что вы, там, чувствуете? Что вы ощущаете? Вот. Что вами движет, когда вы оскорбляете, оскорбляете его? Вот. То есть, это агрессия у вас. Агрессия, это страх. Как мне кажется, по крайней мере, по крайней мере, да? Вот. Вот. Там вы, здесь вот себе, как себе, крась, оскорбляете два права. С чего я боюсь? Вот. С чего я боюсь и, ээээээ... Что на меня вот так влияет, потому что, ну, что на вас что-то влияет достаточно сильно, это факт, что вы ощущаете достаточно сильный стресс, это факт, только от чего, да? Ещё один важный момент заключается в том, что увидели вы проблему. Это проблема, собственно говоря, была переписка другой девушки. Ну, вместо того, чтобы начать пробирать, например, проблемы, да? Там, вот. На псих трофеи бойцы, к примеру, вы начинаете его контролировать. Да, его можно. Да, вот. Вы говорите, что он от проблем бежит. Я бы сказал, что контроль бежит неплохо так и вы сам. Я бы сказал. Так. Вы тоже убегаете контроль в данном случае. От чего только? Вот. Хорошо бы. Ну, понятно. Хорошо бы выявить вот этот момент. От чего лично вы бежите в контроль? Вот. Вот. Ну, это предстоит сделать, я думаю. Дальше. Появится, когда мы не довели. Чего ваш муж вас лишил этим? То есть вот этой перепиской, что он для вас, что он вам сделал в этой переписке? За счет чего появилось недоверие? Да. Это важный момент. Вот. Как мне, ну, как мне казался. Вот. Понимаете, вот какая история. Почему? Ну, в смысле. Почему так? Да? Почему это важно? Чем это важно? Вот. Так я начал сначала. Чем это важно? Важно это в первую очередь тем, и важно это в первую очередь потому, что вы не до конца понимаете, чего вообще отмучиться хотите. Сам. Вот. Вам как бы отмучиться, чего надо сейчас. Вы же не отдаете себе в этом отчет? Вот. Вы оскорбляете, если что-то требуете, там, ну, может быть, требуете, там, не знаю, какие-то гарантии, чего-то такого, еще, чего-то еще, еще, еще. Он не дает, ну, гарантии, вот, не дает, и все. Вот. Хоть ты вот, с fine. Знаете, потому что возможно, опять же, вы не понимаете, в данном случае, чего вам нужно. Чё, чё вы отмойсты хотите, хотите, ну вот ваобшем, этому ответьте на вопрос, себе, чё ваш муж, эээ, лишива, вот, чего он, что он вас забрал, вот, и дальше, эээ, соответственно, вы сможете для себя увидеть, эээ, например, что с этим делать, понимаете, о чём речь идёт, в данном случае, вы увидите, что вам нужно, что вам с этим делать, вот, а пока, что вы, эээ, просто, как бы, требуете от мужа своего чего-то, вот, чего не понял, доверие появилось за счёт чего-то, за счёт, эээ, за стремление что-то компенсировать, хватит разбираться, а за счёт чего появилось, эээ, появилось, эээ, недоверие, вот. Вот, ну очень важный момент. Понятно. Да? Хорошо. Дальше. Эээ, если вас здесь контролирует, пытаясь его над чем-то позволить, зачем? Опять же, вопрос, всё, тоже. Зачем? Цель какая? Ну, типа, чего, вот, вот. Чего вы доказать-то пытаетесь? Муж. В данном случае. Вот. Чего вы пытаетесь доказать, очевидно. Так что? Что вас не любят, что вы не доценивает, что он, эээ, козёл, тварь, сволочь, что? О чём речь идёт? Не понял. Пока. Далее. Значит, проверял, делаем, надоел, мы постоянно контролируем, звонки, смс, в итоге он просто меня заблокировал, я пытаюсь, эээ, пытаюсь его выгнать из дома, не уходит, постоянно угрожает студент. Вообще, это опять же, эээ, как бы, для чего? Вам выгонять его из дома. То есть, ну, вот, цель-то какая? Ну, вот он уходит из дома. Завтра. Завтра. Как вы себя, эээ, будете, эээ, ну, чувствовать? О. Знаете, ээээ, какая здесь интересная, ээээ, какая здесь штука происходит. Ээээ, дело в том, ээээ, что, ээээ, если вы на самом деле, эээээ, хотите, ээээээ, выгнать? Я, ээээ, сильно сомневаюсь, что, ээээ, кто-то вас может остановить. Ну, я, ну, я очень сомневаюсь, я очень сомневаюсь. Поэтому, все это очень похоже на игру. Как мой, в принципе, коллега, да, говорит, ну, сказал. Вот. Игра. Вот. В данном случае вы, вот, играть в какую-то игру, ээээ, своим супругом. И здесь, эээээ, важно было бы для нас. Вот именно для нас здесь важно было бы постараться увидеть, например, а какие вообще у вас отношения с мужем? Что, что вас вообще объединяет с мужем? Да? Вот. Ну, то есть, вот такие достаточно понятные, простые вещи. Вот. Потому что, я думаю, есть некоторые причины, по которым вам драться и ругаться интереснее, чем заниматься чем-то другим. Ну, скорее всего. Да? Вот. Так что здесь вот такой момент присутствует. Как мне кажется. Дальше. Что еще. Как мне переступить дальний барьер с недоверием наладить отношения с мужем? Вот. А с матринкой поработать надо вам. Вот. И с вашими страхами, которые, ну, вот, собственно, не дают вам, ээээ, скажем так, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Страхи у вас в данном случае, как мне кажется, есть и довольно серьезные, вот, это может быть в принципе и ревность, это может быть в принципе и из прошлого вашего что-то можете, ну, что-то можете тянуть из своего прошлого, так что здесь масса вариантов есть, нужно разбираться какой вариант ваш. Что называется, вот, и в целом, как бы, действительно, если человек разговаривать не хочет, то его не досталось. Вот, ну, вам, как мне кажется, здесь нужно больше внимания для себя, больше, ну, больше внимания обратить, вот, именно на себя, на свои приоритеты, вот, на то, на то, что вам цены важны, на то, что вы хотите, вот, а то получается, знаете, сделали своего мужа, по факту, центром, вот, вселенной, да, он знает, что, вот, что, ну, никуда вы его не выгоните, вот, ничего такого не будет, и, чего вообще переживать, то есть, ну, просто вы себя дискредитируете, к сожалению, таким образом, вот. Еще один важный момент заключается в том, что налаживание отношений с мужем, да, именно налаживание, это не какая-то такая меха... механическая история. Это умение коммуницировать, это нахождение, ну, таких вот, что, точек соприкосновения между вами, вот. А это, то, что, может быть, не так просто, знаете, вот, за пять лет, что вы берете и выгнаете отношения, вот, у вас, может быть, обид, обид накопилось очень много, вот. И, соответственно, соответственно, что такое наладить отношения, вот, как, опять же, ну, это, как это понимаете вы, это одно, но, как-то понимаете, ваш супруг это другое. И, вот, готовы ли вы как-то его супруг послушать, в этом смысле. Признать, например, что и у вас есть трудности определенные. То есть, вот, ну, сейчас, вот, на данный момент, вот, вы понимаете, что, вот, например, контроль это, вот, ну, такая, достаточно деструктивная, по сути, своя история или нет? Отдаете вы себе отчет о том, что ваши страхи вам не любят? Или нет? Вот, вот, вот этот момент, он тоже весна-весна здесь начал. Там еще разговор об ответственности, допустим, ну, к примеру, вашей ответственности. И тогда, ну, так или иначе будет приниматься. Вот. Поэтому я могу, вот, в данном случае, только надеяться на то, что вы, вот, что называется, увидите, ну, свою проблему, именно свою проблематику, без контекста того, что, там, ваш муж делает. Вот. Вот. Или, или диалал. Вот. И решите, это меня, ну, менять. Если муж, вот, сейчас, там, грубо говоря, работать не настроен. Вот. Разбираться нужно в вашей истории, в вашей истории, в вашей жизни, вот. Историю ваших отношений, историю ваших взаимодействий, вот. Вот. Нужно разбираться. А, так, это, пока, на мой взгляд, просто вводно, которую вы просто дали, в вашей истории. Вот. Ну, вот. К сожалению, этого не доставались для решения проблематики. Так. Вашей и взаимоотношений с мужем. Понятно. Так что, надеюсь, какие-то выводы вы сделаете для себя. Ну, это все. Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен и интересен. Вот. Буду благодарен за обратную связь по нему это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.